Здравствуйте всем! Меня зовут Дурбол Григорьев, я учитель английского языка. И это видео для вас, Шанра Амаш, для того, чтобы вы хорошо подготовились к IELTS. Так вот, это видео, в этой серии, надеюсь, в серии видео, я буду объяснять, как готовиться к международному тесту IELTS. Так вот, что такое IELTS? Вы, в общем-то, знаете, это International English Language Testing System. То есть, это тест, это экзамен, по которому британцы, Великобритания, выявляют вашу компетентность в знании, ваше знание английского языка. Почему я сказала Великобритания? Потому что этот экзамен, сам английский, он, как вы знаете, есть британская английская, есть американская. Так вот, в мире есть два больших экзамена по английскому языку. Один IELTS, другой TOEFL. IELTS для того, чтобы поступить в Великобританию. И, кто здесь не представляет, который принимает IELTS, TOEFL, он измеряет ваш американский английский. Так вот, для IELTS вам нужен британский английский. Итак, экзамен IELTS, он официальный. И, конечно же, он платный. В тинге это сейчас где-то будет, он варьируется где-то, наверное, 35 тысяч тингенов для того, чтобы сдать этот IELTS. И сертификат, вам будет выдан сертификат с вашими баллами, которые вы возьмете. И этот сертификат будет пригоден, будет годен на два года. То есть, вы два года можете использовать этот сертификат. Вы можете подавать в различные ВУЗы. Либо, если хотите полностью, так сказать, поменять свое место жительства и переехать в Великобританию. Итак, some IELTS. В самом IELTS есть четыре модуля. Первый – это вы с ним. Затем идет выгодение. Ну, конечно, места могут управлять. Потом writing, скажем. Потом speaking. То есть, в каждом модуле оцениваются ваши навыки. Лысним – это навыки восприятия, скажем, лекции какой-то, то есть восприятия слуха. Затем рейтинг – навыки чтения и восприятия текста. Райтинг – навыки писания. И speaking – навыки разговорной речи. Так вот, у вас, в общем, это будет три часа. Три часа вы будете писать этот IELTS. На лыснинг, на лыснинг вам дадут сорок минут. Сам лыснинг будет сорок минут, там будет сорок вопросов. Минута на каждое. Лыснинг, там будет состоять из секций, и вы будете слушать аудиозапись. И будете отвечать, отмечать у себя. Сорок вопросов в виде теста. Вы можете одну из пяти вариантов выбрать. Сама аудиозапись, она не будет повторяться дважды. Вы, у вас будет один шанс правильно ответить. Затем, на лыснинг вам дадут 60 минут. 60 минут, будет три секции в рейтинге, и где-то от шестиста пятидесяти до 1200, где-то слов. Три текста. Затем, в рейтинге то же самое, будет сорок вопросов в общем. Затем идет райтинг. Райтинг тоже будет состоять из 60 минут, вам дадут. Из них первые 20, и последующие 40 минут. Там есть две секции в рейтинге. В первой секции вы должны будете посредством 150 слов описать какой-то график. Затем вам дадут 40 минут, и вы должны будете написать 250 слов. На 50 эссе, на 250 слов. Затем, спикинг вам дадут. Спикинг будет где-то от 11 до 14 минут. Он тоже будет состоять из трех секций. Вообще, по каждому навку будут отдельные уроки. Я все объясню. Дай мать коса в будущем. А так как это первый урок, я просто объясняю, что у вас будет. Затем. У самого альца есть два типа альца. Первый – это general и academic. Есть общий, есть академический альц. Чем они отличаются? Общий альц – это для тех, кто хочет жить в Великобритании, работать там целый год, годами и так далее. Конечно, от них в Великобритании хочется что-то другое. А вот от тех, кто пишет академический альц, пишут академический альц те люди, которые хотят учиться в Великобритании, в вузах Великобритании, скажем, на бакалавриате, на магистратуре и на докторатуре. То есть из-за этого, конечно, Великобритания хочет, чтобы эти студенты, которые в дальнейшем будут учиться в их вузах, у них, скажем, не было проблем. То есть у них не будет проблем, они без проблем будут слушать и понимать учителя в университете, скажем, профессора, лектора. Они будут понимать лекции, когда будет профессор читать. Затем РУИДИ, они хотят Великобритания, чтобы студенты без проблем также понимали тексты, статьи, которые пишут профессора. Они, ученики-студенты, должны будут понимать статьи, которые пишутся, конечно, на официальном языке. Затем идет РУИДИ, то есть ученики должны уметь писать официальные письма, скажем, те же статьи, если они учатся на магистратуре и на докторатуре и так далее. То есть никаких письменных проблем не должно быть. И самое последнее, конечно, спикинг. То есть студенты должны уметь выражать свое мнение в полном объеме, без проблем. Уметь выражать все то, что они думают по поводу уроков. Пожалуй, это все. Это первый урок, просто ознакомление. Ознакомление. Дальше по каждому из модулей будут отдельные уроки. И плюс еще на группу веб-моду я буду закидывать те упражнения, которые вы должны делать. И, скажем, каждый раз я, например, буду давать материалы или скажу название материалов, которые вам необходимы. И, конечно, зависит от вас, насколько вы будете настырны, насколько вы будете готовиться. Кстати, сам экзамен будет оцениваться от нуля, своя система, от нуля до девяти. Самый максимальный балл – это девять баллов. Самый минимальный – это ноль. Ноль получают те, кто не пришел на экзамен, конечно, само собой. И ноль получают еще те, кто, скажем, из сорока сделал одну или два задания. Из сорока взял два балла. Сами, если на веб-сайте посмотрите, на любом веб-сайте, вам скажут, что ноль берет тот человек, тот человек, который взял ноль, там будет написано, претендент не пришел на экзамен. Один балл – это самый минимальный балл – это те, кто не знает английский или только неделю начал изучать английский. Даже тот человек, который месяц, два месяца изучал английский, скорее всего, возьмут два, а то и три баллов. Ученики, в основном, они девятого, к концу учебного года, то есть, в смысле, в одиннадцатом классе, либо в двенадцатом, они должны будут брать от четырех до шести. То есть, от четырех до пяти берут обычные ученики, хорошие ученики, отличники, или те, кто очень хорошо готовит, те, кто готовится, берут от шести до семи. А те, кто очень хорошо готовится, берут от семи и так далее. Конечно, все зависит от вас. Девять, тот, кто взял девять, его называют эксперт-фьюзером. То есть, эксперт. Все. Так что, удачи! С вами на первом видео. Надеюсь, будет продолжение. И надеюсь, все эти видео, они все для вас сняты, для учеников, вообще для тех, кто хотел готовиться. Надеюсь, они будут вам пригодны. И теперь пойдет на курс на деп. У вас видео в арте дай дам жалко. Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok